Добро пожаловать на канал Сергея Любарского. Сегодня мы поговорим об истории высшего образования в Средневноценных Америки, о том, что прекрасно оно создало миру, это образование, и куда это всё, как всегда, у нас катится. Начнём, наверное, с Харварда. Это первый в Америке колледж. Слово колледж, он однокоренного со словом коллегия. То есть это, в общем-то, семинария, коллегия, где учили семинаристов, то есть там учили будущих священников. Вот Харвард был первым, таких, как он, появилось потом очень много, принц Таниелл, Джон и Мэри, то есть огромное количество, в каждом штате появился своя теологическая школа, учили теологию. Но по мере расцветания и роста Соединённых Штатов Америки понадобились врачи и понадобились юристы. И таким образом в каждом колледже появились ещё факультеты, которые занимались не только теологией, но и, значит, соответственно, юриспруденцией и врачебными делами. Врачей называли физиками, потому что всё, что не относится к теологии, изучая творения Божьи на Земле, называется физика. Поэтому и до сих пор в Америке врачи называются физишенс, то есть физики, такой вот атовизм тех времён. Соответственно, колледж уже называть колледжем было нельзя. Он готовил разнообразное, то есть универсальное образование, и так возникли университеты, как набор разных колледжей. То есть коллегия теологическая, коллегия медицинская, сейчас мы называем это по-русски факультеты. С ростом богатства и развития страны, Америки, страны, возник круг людей, которые хотели обучать своих детей, ну, как бы чему-то. Обучать их теологии не хотели, обучать их юриспруденции, то есть это крючкотворство, тоже неинтересно. Врачами, упаси Господь, а просто хотели богатые люди чему-то учить своих детей. Такие мажоры. Мажоры начала 19 века. В Америке возникает ещё один колледж, ещё один факультет, коллегия, которая сейчас называется liberal arts, то есть либеральное искусство. Я когда первый раз услышал это словосочетание, оно меня сильно удивило. То есть я понимаю, что такое liberal, я понимаю, что такое искусство, и не понимаю, что означает слово «либеральное искусство» в одном флаконе. Ну, в общем, это такой атовизм. И либеральное искусство – это изучение приятных вещей. История искусств, философия, музыка, танцы. Это всё вот туда, вот это всё arts. Замечательно. Значит, на момент создания первого университета в Санкт-Петербурге в Америке уже было шесть университетов. Казалось бы, не такая большая разница. Разница в том, что Америка – это три миллиона населения в эту пору, а Российская империя – это сорок миллионов в эту пору. То есть трёхмиллионная Америка уже имеет шесть университетов, когда возникает Санкт-Петербургский университет. Сорокамиллионная Россия – это один. В середине позапрошлого века возникает острая нехватка специалистов в области инженерии, когда инженерия называлась технологией. И первый калыч, который специализируется исключительно на технологиях и никак не концентрируется на биологии, медицине, философии, искусстве, а только на технологиях – это был Массачусетский технологический институт по английскому назову MIT, Massachusetts Institute of Technology, который был «crowdsourced», такое сегодняшнее слово. То есть люди из Бостона сложились деньгами, получили небольшой грант от города, от мэрии города и построили этот калыч, который называется сейчас MIT, и это произошло в 1865 году. То есть это был первый технологический институт. За ним пошла плеяда, это стало модно, это стало очень выгодно. И один из известнейших институтов сейчас в мире – это Стэнфордский технологический институт или просто Стэнфорд, который был основан на деньги Лилиана Стэнфорда в 1885 году. То есть уже модель финансовая другая, это не «crowdsourcing», а некий очень богатый человек, бывший губернатор штата Калифорния, олигарх, классический олигарх, жертвует свои деньги, крупную сумму денег и основывает университет в своей имени. Но он был не первый, если вернуться к Харварду, то прежде чем он стал Харвардом, он назывался «Новый колледж оф Бастон». То есть «Нью колледж оф Бастон». Харвардом он стал называться потому, что некий богатый купец дал туда деньги на поднятие уровня ремонта и восстановления интерьеров, и купца этого звали Джон Харвард. Вот Джон Харвард увечил свое имя, и уже никто в мире не знает, что был когда-то в 17 веке Джон Харвард, но все знают, что лучший институт в мире институт Харварда. А Харвард – то, что он называет «Гарвард». Это одно и то же. Так вот, по этой же схеме Лиллиан Стэнфорд в 1885 году основывает Стан-Франциский технологический институт, ходит в украинско-язычном пространстве разные глупые слухи о том, что его сына они взяли в Харвард, и он в отместку решил сделать свой институт. Все не так, никаких вот таких действий не было. У него действительно был сын, единственный сын. Сын умер от заражения крови, ранняя смерть. Умер, как раз вот закончил школу, но я с семьей в Европу, там он заболел и умер. Поэтому они остались бездетные. И он значительную, но не всю, значительную свою часть состояния пожертвовал на этот Стэнфордский университет. Сейчас называется Стэнфордский университет. Это самый богатый предприниматель в Силиконовой долине. Он находится у нас здесь, в Силиконовой долине. И это самый богатый институт в Силиконовой долине. Институт в смысле заведения, не только учебного, но любого. То есть, так как это частные организации, они не отдают отчеты никому. То есть, у них нет профита, у них нет прибыли, они не публичная организация, у них нет стоков. То есть, никто не знает, сколько у них денег, но речь идет о триллионах. Такая интересная машинка. В том же в 1885 году возникает мой альмаматор Харьковский политехнический институт Стэнфорд и ХПИ возникают в один год в одной и той же философии. Это оба технологических института. Они оба берут как бы за основу модель MIT. Такое же количество факультетов, так и Стэнфорд и ХПИ абсолютно одинаковое параллельное развитие. То есть, в ХПИ было три факультета. Химический, механический и физический. Вот три факультета то же самое. То есть, физики, химики и механики. И мне было бы очень интересно, если кто-то услышит передайте мои слова Арсену Авакову, он мой одноклассник по ХПИ. Мы были на разных факультетах на одном потоке, даже как-то в колхозе были вместе. Было бы очень прикольно, если бы Арсен Аваков, по примеру, Харварда или Стэнфорда пожертвовал крупные суммы денег, мы говорим о сотнях миллионов долларов, и сделал бы из ХПИ, после войны, естественно, конфетку, а взамен этого благодарные грековщане назвали бы вместо ХПИ имени Владимира Ильича Ленина, назвали бы это Институт Авакова. И вот через 300 лет никто бы не знал в мире, был такой ХПИ имени Ленина, а все ходили, поступали бы в Аваков Институт. По этой же модели, то есть богатый человек дает деньги на основании университета, строится Caltech University в 1891 году, и это продолжается по сей пор, то есть в Америке существует четко выраженный тренд, где прекрасные университеты, институты делаются на пожертвования богатых лиц, частичные или полные. Кстати, чем же отличается College от института? То есть институт от слова институт по-английски означает заведение, то есть институт не обязательно обучающее заведение, это некое заведение. То есть впервые, когда возникли вот эти вот технологические институты, в отличие от старых университетов, технологические институты подразумевали, что профессора вместе с студентами высших классов и студентами Master's Degree, то есть Master's Program, и студентами докторских специальностей будут заниматься наукой. Вот вся идея в том, что преподаватели вместе с студентами занимаются наукой возникает в Америке и возникает в конце позапрошлого века. И соответственно, так как назвать это университетом уже нельзя, то придумали слово институт. Сейчас эта грань и разница полностью размыта и Stanford называется университет, MIT называется институт, то есть разницы между ними абсолютно никакой. Более того, старые университеты, классические университеты, Harvard, Yale, Princeton, они все набрали к себе технических факультетов, открывали, и наоборот, технологические институты подкрывали у себя факультеты, связанные с искусством и гуманитарными науками. То есть сейчас разница в словах не имеет никакого значения, но тогда происхождение этих слов примерно такое. С конца позапрошлого века, где-то с 1890-х годов возникает тенденция строить и открывать институты на деньги штатов. Итак, одним из первых Калифорния строит свой California University System, то есть систему университетов штата Калифорнии, самый из которых известный, но уже не самый лучший из них, это Беркли, университет в Беркли. То есть сейчас это все равно очень престижные школы, и среди них во главе это университет Калифорнии в Беркли, это у нас же в Сан-Франциско, университет Калифорнии в Лос-Анджелесе, и он сейчас опережает Беркли, университет в Калифорнии в Сан-Диего, это тот университет, где расщепили ДНК. То есть вот это вот школы очень сильные, хотя они произошли от государства, и такие же школы на Восточном побережье, в основном в Мичигане, в Чикаго, там очень сильные школы, то есть вот такая возникает система школ, для жителей, граждан этого штата образование в полцены, то есть если ты учишься в частной школе, образование сейчас стоит примерно 35 тысяч долларов, а если ты житель штата Калифорнии, то ты в это получаешь тоже образование за 20 для своего ребенка. Если ты поступаешь в другой штат, то ты платишь полную полную плату, то есть те же самые 30-35 за 40 тысяч долларов, даже если это государственная школа. В начале 30-х года в прошлого века возникает термин так называемая IV-лига. Многие ошибочно считают, что это набор лучших школ в Америке. Нет, это в Ави-лиге есть лучшие школы, есть школы второго разряда, если вообще можно сказать, что второй разряда. Это просто футбольный комментарий, то есть когда школы между собой соревновались, было сделано две лиги. Южная лига с северной, северной назвали плещевая лига, вот Ави-лига. Это просто набор школ, это восемь школ, которые соревновались между собой по футболу. В этом слово Ави-лиг не существует никакого такого высокого ламурного значения, это просто набор неких школ, часть из которых действительно входит в десятку лучших, а часть и не входит. Значит, по мировому уровню и рангу, какую бы систему вы ни брали, половина лучших 20 школ мира находится в Соединенных Штатах. Насколько это правда? Меня часто задают вопрос, а насколько это правда? С точки зрения образования, то есть у меня два образования, одно из ХПИ, а одно из университетов Сан-Франциско, я не могу сказать, что ХПИ было чем-то хуже именно с качеством образования, чем образование в Сан-Франциско. Чем ХПИ был однозначно хуже, это своей убогостью, то есть обшарпанные корпуса, убогие туалеты, убогие кафедры, убогие офисы, то есть все это было очень бедно и убого. Но с точки зрения уровня преподавателя профессоров и качества программы, и строгости, и силы программы, я большой разницы не вижу, и мой отец, который имел 30-летний опыт работы инженером в Советском Союзе, а потом переехав сюда еще имел 20 лет опыта работы в крупнейших американских фирмах, не уверяет, что при прочих равных условиях он бы предпочел выпускников советских технических школ лучшим американским школам. Это его мнение, ему судить. То есть, если ваш ребенок учится в хорошем технологическом университете в Украине, я не думаю, что он получает образование, которое как-либо всерьез уступает лучшим образцам американского образования. во время войны в начале 1944 года американское государство принимает очень интересный закон, который называется GI Bill. Он говорит следующее, что люди, ушедшие на войну, многие из них, многие из них потратили несколько лет своей жизни на фронте и отстали от образования и поэтому для ветеранов войны бедным прощали, то есть давали деньги, чтобы они могли поступить, а среднему классу давали деньги в заем с тем, чтобы они отучившись могли вернуть. И эта программа продолжалась с 1944 по 1956 год, было огромное количество людей, которые воспользовались этой программой, был скачок в количестве людей, получивших высшее образование, это был действительно очень прогрессивный шаг и в 1958 году государство приняло закон о выдаче студенческих лоунов, студенческих заемов для студентов. Запомните этот 1958 год, тут все и начинается. Сначала эти заемы давались только лишь талантливым студентам, которых не хватало своих денег оплатить образование, и те, которые поступали только лишь на математику, инженерию или другие точные науки. То есть начиналась гонка вооружений, и стране не хватало технических специалистов, и таким образом была идея, прекрасная идея поднять уровень технических специалистов в Америке, давая в заем деньги тем людям, которые пойдут учиться по этой специальности. Но, как все бывает у государства, никакие хорошие начинания не остаются без прекрасных продолжений. И очень скоро, уже в 70-е годы, этот заем распространился на все специальности. Государство практически стало выдавать безграничное количество денег всем людям, которые захотели поступить и пойти учиться. То есть, у человека, который закончил школу, есть простая дилемма. Либо он закачивает рукава и идет работать на фабрику, на завод, в офис, куда может. И на том, как бы, молодость кончается. Либо он берет заем у государства, причем заем под очень существенно высокий процент, гораздо выше, чем коммерческий процент. И идет продолжать свою вечную молодость еще на 4 года. Ну, не надо быть провидцем, чтобы понять, что американская молодежь стала предпочитать брать заем и идти учиться. И так вот, начиная с 70-х годов, где количество людей, которые после школы шли в 4-летние колледжи или в 6-летние университеты, увеличилось от 20% до 60%. То есть, сейчас в Америке 60% людей заканчиваются из школы не идут в техникумы, не идут в другие, там у нас есть другие формы обучения, а идут в 4-летние колледжи и берут эти самые заемы. Вот эти вот шаровые деньги, вот эти вот неучтенные шара, раздаваемые государством денег своим малолетним гражданам, юным гражданам, привела к беспрецедентной инфляции в образовании. То есть, образование, причем, подчеркиваю, с учетом на инфляцию, которая еще в 73-м стоила 9 тысяч за год, то есть, на семестр на 4 квадрата, сейчас выросло до 35-40 тысяч за год только образование. Это без учебников, без столовой, без жилья, без медицинской страховки, без ничего, только образование, то есть, то, что получает, собственно, семья колледж, выросло с 9 до 35 тысяч. Это практически четырехкратное увеличение. Это с учетом на инфляцию, инфляция здесь ни при чем. Стало очень престижно быть профессором в колледже, и большинство профессоров склоняются не в область точных наук, а учат неточные науки, то есть, гуманитарные науки. И в это же время, с 73 по текущий период, пропорции между людьми, которые учат гуманитарные науки и точные науки, изменились, если раньше было 25 процентов в 73 году, гуманитарные науки и 75 точные науки. Сейчас почти наоборот. Сейчас 78 процентов гуманитарные науки, 78 и только лишь 22 процента по прошлому году это люди, которые получают образование в инженерии, в программировании, в точных науках. Я не говорю, что обществу не нужны люди, закончившие гуманитарные науки, то есть, это как минимум экономисты, специалисты в международных отношениях, дипломатия, юриспруденция, это все неточные науки, бизнес, это все нужно. Но это не является большинством этих специальностей. Большинством специальностей то, что называется Бэтчерл О'Харт является танец, история искусств, история литературы, литература и прочие прекрасные вещи, с которыми, в общем-то, работать очень тяжело. То есть, соответственно, разрыв в зарплатах между людьми, которые закончили точные науки или неточные науки составляет в два раза. А сумма денег, которые они берут взаймы у государства абсолютно одинаковая, потому что образование стоит одинаковое количество денег. Я вижу, что кто-то хочет мне спросить один вопрос. Есть ли в Америке стипендии? Да, есть. Стипендии бывают двух видов. Стипендии бывают именные на очень одаренных студентов. Им дают стипендию, чтобы умный мальчик, у которого нет денег учились. И стипендии бывают государственные для очень бедных людей. Они прощают им лоун. Если ты очень бедный, ты можешь заем не брать, тебе деньги просто подарят государству. Но это редко бывает. Если ребенок поступил в частную четырехлетнюю школу, один год обходится в 70 тысяч долларов. Да, я не ошибся. Это 70-75 тысяч долларов по состоянию на один год. У меня сейчас двое девочек учатся, поэтому я очень хорошо знаю эту цифру. 35 тысяч идет собственно в калыч. Остальное это 1012-20 как повезет это за общебитие или за снятие квартиры. в год. Соответственно 1010 за еду, 107-8 за медицинскую страховку. Ну и там по мелочам. Кормальные расходы, 1200-3 за учебники, ну и прочие разные вещи. То есть вот так складываются эти деньги. Соответственно все это можно взять студенческий заем. То есть студенческий заем дается не только на оплату образования, но и на жизнь в то время, пока ты учишься. То есть на пиво и водку в прямом смысле. Соответственно можно взять лон на 70 тысяч в год. и после соответственно четырех лет образования в самом худшем раскладе если тебе ничего не простили за бедность ты выходишь получив образование в какой-то политэкономике с долгом в 30-150 тысяч. Так случилось с очень известной в Америке женщиной которая называется Александрия Ухазия Кортес. Ее биография очень простая. Она поступает в Боссонский в Астонский институт. Учится там 4 года. У нее специальность международные отношения экономика. С этой специальностью она заканчивает и идет работать в баре. В баре учитывая чаевые она зарабатывает где-то 2000 в месяц. Например насколько зарабатывает включая чаевые девочка которая разносит пиво в баре. Соответственно половину этой суммы она должна отдавать за то образование которое ее так прекрасно обучило разносить пиво в баре. Соответственно у нее остаются 1000 долларов на жизнь выть на это невозможно. И самое страшное что невозможно купить дом или квартиру. Когда вы подаете на заем в банк они смотрят соотношение вашей зарплаты к вашим долгам. А так как на шее висит огромный долг который не сбросить не продать и даже для американцев объясняют тех кто объявляет банкротство не сможет смыть с себя государственный студенческий лон то этот лон с тобой висит пожизненно дать его на зарплату там не знаю клеткам или на зарплату баристы в старбаксе невозможно и таким и таким образом люди попадают как ни странно в вечную долговую кабалу от государства за то что в свои 18-19-20 лет им захотелось хорошо пожить вот так государство в прямом смысле по другому это не назовешь поболит наших детей и это было бы смешно если бы не было так грустно наше государство не только поболит наших детей но за эти непомерные деньги им еще промывают мозги о чем это то есть все кто учатся на этих всех гуманитарных науках в обязательном порядке должны изучать марксизм ленинизм и его современные формы как трансжендерные теории как расовые критические теории и если ты не заявляешь вслух что белые должны быть уничтожены как главенствующая раса виноватая в уничтожении черной расы ты можешь не закончить свой институт я не изучу это абсолютно все серьезно то есть наши дети должны писать вот эти сочинения эти эц но пишут они это как ни странно с удовольствием и с гордостью потому что в отличие от марксизма ленинизма который мы ненавидели понимаем что все это тусто когда я учился в Советском Союзе то наши американские дети во всю эту хрень еще и верят то есть за свои 350 тысяч долларов средний американский папашка если он заплатит за своего ребенка богатые естественно платят за свои детей сами так вот средний американский папашка который с трудом собрал 350 тысяч себе на старость и отдал в этот замечательный университет получает ребенка который возвращается весь в наколках заявляющий что если это девочка что детей она иметь не собирается то секс это пропагандизм свободного духа ну и по всей программе так наши университеты за наши деньги прополаскивают мозги наших детей бобилизны но это относится только лишь к гуманитарным наукам ситуация совершенно другая с то что называется STEM STEM это акроним который называется наука технологии инженерия и математика там образование стоит своих денег люди которые получают это образование которое ну наверное раза в два с половиной по количеству терцов и энергозатрат сложнее чем гуманитарное очень успешно пробиваются на службе их у нас в Америке всего лишь 22 процента и четверть этих 22 процентов студентов и четверть это иностранные студенты то есть если процент иностранных студентов приезжающих в Америку получить марксизм ленинизм практически своден к нулю там иногда из России приезжает какого-то олигарха дочечка получить образование в каком-нибудь Ельском университете это не в счет то есть по большому счету процент иностранных студентов на гуманитарных науках своден к нулю процент иностранных студентов, получающих образование в Америке, на технических факультетах целая четверть и стремительно растет. Остадается, что через 10 лет чуть ли не половина американских студентов в области науки и инженерии будут и за границей. Возникает вопрос, а стоит ли американское образование таких денег? Это совершенно очередное. Техническое образование, да, стоит. И люди, получившие техническое образование, отдают свои студенческие долги за 10-15 лет, тоже не мгновенно, но за 10-15 лет. А люди, которые получают образование в литературе и в лесбиянских танцах, то есть есть такой lesbian dance theory, те, естественно, никогда эти долги не отдадут. Они обречены быть вне дома, вне квартиры. Им этот долг никогда не списать. А какой долг? Долг этот 1.75 триллионов долларов. Еще раз, 1.75 триллионов. Он превышает карточные долги по кредитным карточкам, не по игральным картам, а по кредитным карточкам уже в два раза. То есть он превышает автомобильный долг. То есть американцы должны банкам за владение автомобилей меньше, чем американцы должны банкам за обучение своих детей или дети, которые учились на эти самые логи. И так наше американское государство брабит собственное население в виде очень высокопроцентных налогов, понимая прекрасно, то ни один нормальный ребенок не пойдет, разрушив рукава, работать на фабрику, если можно еще 4 года повалять дурака. Еще один интересный феномен этого странного явления. Так как все идут учиться и никто не хочет работать сразу после школы, количество слесарей, сантехников, количество всех людей, которые работают руками, резко упало. И сейчас сантехник в Америке получает 100 тысяч долларов. То есть обычно нормально работающий непьяный сантехник получает 100 тысяч долларов в год. А при этом его одноклассница, которая пошла получать образование в 4-летнем колледже и теперь работает в кафе официанка, получает соответственно со своих 4 лет образования примерно 25-30 тысяч в год. Но она, вот эта вот девушка, которая пошла работать, уже никогда не пойдет на фабрику. Она никогда не пойдет работать руками. То есть в Америке вот весь этот сервис, который не требует высшего образования, становится очень дорогим. Весь сервис, который требует высшего образования, всякие там travel agents, real estate agents и так далее, потому что там переизбыток кадров становится очень легко. Все как-то перевернулось с ног на голову. Вот все наши погромы, все наши black lives matter, все вот эти вот социалистические движения, это американские дети, зараженные коммунистической идеологией, загабаленные американским государством в виде тех налогов, которые они должны американскому государству. И теперь у государства возникает прекрасный способ их контролировать. То есть только что Байден объявил, что он прощает 10 тысяч долларов налогов тем людям, которые подпадают под его критерии. Кто подпадает под его критерии? Те самые люди, которые не нашли себе достойную работу после института. То есть те самые либеральные артс, которые имеют низкую зарплату после института, теперь могут получить деньги от государства. Байден сейчас раздает по 10 тысяч перед выборами. Не шучу, в нашей прессе все это существует. для того, чтобы привлечь их голоса на выборы. И вот тут возникает интересный момент. Я считаю, что он крупно ошибается. То есть те юношные девушки, которые мало зарабатывают, но имеют высшее образование в области лесбиянских танцев, они и так голосуют за Байден. Им дополнительно платить за это не надо. Но это дико бесит их ровесников, которые должны платить за свое образование. Тот же самый заем. Но в отличие от первой категории, так как они зарабатывают хорошо, на них скидка уже не работает. И вот те, которые бы не пошли голосовать ни туда, ни сюда, вот вторая категория, выйдут на голосование и голосовать против Байдена. Поэтому мне кажется, что демократическая партия сильно ошиблась с этой раздачей денег. Ну, вот скрытие скоро покажет.